Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зелёная лампа». Это программа, напоминаем, о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. После небольшого летнего перерыва мы продолжаем свою работу. И с нами сегодня гостья. Это основатель женского бизнес-клуба «Лэдис Дилл Клаб», специалист по тайму ивент-менеджменту и пиару, продюсер и ведущая мероприятия Елена Тунова. Лена, здравствуйте. Добрый день, огромное спасибо. Можно продолжать очень долго список ваших занятий. Давайте напомним, что такое есть на самом деле программа «Зелёная лампа». Ведём её я, Ольга Авдевич, и моя коллега Рита Трошкина. Это благотворительная программа, которая рассказывает раз в неделю историю конкретной семьи, чаще ребёнка, которому нужна помощь на оплату лечения. И когда семья не может справиться с суммой, которая для её бюджета кажется заоблачной, у мамы слёзы, руки опускаются, маме советуют, что не надо расстраиваться, надо обратиться в благотворительный фонд, надо обратиться в программу «Зелёная лампа». И мы встречаемся с этой семьёй, рассматриваем этот вариант, составляются официальные юридические документы, открывается целевой счёт, подключается благотворительный телефон, и мы вместе с вами можем помочь конкретному маленькому человеку. И на этой неделе это четырёхлетний мальчик Андрей Гайфейчук. Самый трогательный момент в этой истории – то, что это многодетная семья. У мамы пятеро детей, три мальчика и две девочки. И мама совсем молодая, ей 35 лет. Живут они не в Риге, далеко за Ригой, в посёлке Сунта же, это 70 километров от Риги. То есть, чтобы лечить ребёнка, младшего Андрея, она должна ездить в Ригу постоянно, и это, конечно, занимает и время, и деньги, и очень много проблем в связи с этим. В общем, в этой семье никак, просто никаким образом они не могут выкрутить эту денежку, чтобы оплатить мальчику важный курс, очень важная для него терапия, это ABA-терапия. У мальчика не только диагноз аутизм, но и ещё очень сложный, серьёзный диагноз – это мышечная миопатия, это слабенькие ножки, слабенькие ручки, то есть там нужно постоянно мальчиком заниматься. И поэтому наш телефон с сегодняшнего дня и целую неделю будет работать, чтобы помочь маленькому Андрею. 9-03-0-6-3-8-4, евро-42 за звоночек. И сумма, которая составляет мамина счастье, цена вопроса, даже 15 месяцев в год и ещё один квартал – это 3600 евро. Неоткуда взять родителям эти деньги, чтобы начинать этот курс, а это 2-3 раза в неделю обязательно нужно. Ну, давай ещё добавим, что счёт помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen, с которым мы сотрудничаем уже много лет и который будет заниматься оформлением этого лечения и оплатой. И напоминаем, что наша гостья сегодня – Елена Тонова. Очень хорошо многим в Риге известная, и она друг нашей программы, не первый раз у нас. Спасибо вам за это. Ну, спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Елена, давайте начнём с события, которое вот прям недавно случилось. Это ваш день рождения. И он не просто был день рождения, всегда какие-то сюрпризы у вас на день рождения. Но в этот раз был особенный сюрприз. То есть Елена вышла на сцену. Ну, это не первый раз, когда Елена на сцене. Сыграла, я не закончила, сыграла главную роль спектакля, сценарий, который он написал сама. Можно чуть подробнее об этом подарке себе и друзьям? Хотелось сыграть, и я сыграла. И тем самым я очень надеюсь, что я вдохновила настоящих… Я не актёр, я, скорее, артистка. Я очень надеюсь, что я вдохновила настоящих и актёров, и других режиссёров, помимо Светланы Кенециус, которая со мной занималась всё это время, которая помогала всё это дело поставить. Она, скорее, выступала в роли конструктора, да, нежели режиссёра. В рамках этого не спектакля, ни в коем случае, это арт-постановка. Ещё в Латвии крайне редко происходит подобного рода симбиоз музыки, видео. Поэзии. То есть это как картина абстрактная, которая за собой оставляет и открытый финал, и открытую середину. То есть каждый ловит, скажем так, прямо какой-то триггер, и с этим триггером сидит всю постановку и смотрит про что-то своё. В этом есть и своя сложность, и своё новаторство для Латвии. Это не новаторство в принципе, но в Латвии подобного рода постановки среди русскоязычной, во всяком случае, истории, всяких перформансов ещё никто не делал. Так что мы были первооткрывателями, кто так похулиганил. Здесь можно многим людям сказать большое спасибо. Это мой артист на сцене Эрик Андерсон, который эпично молчал, прекрасно исполнив свою роль. Молчать не так просто, и в молчании очень много заложено. Это и милость, и при этом в определённой роли молчание это и эмоциональное насилие в том числе, когда человек не отвечает, да, эти немые конфликты и всё остальное. Здесь хочется сказать спасибо Павлу Бодрову, который просто, ну, как, не знаю, супергерой. Павел Бодров – это звукорежиссёр. Да, звукосветорежиссёр. Это наш режиссёр по свету в том числе был, и по звуку. В результате он был наше всё. Наши руки, голова, сердце, спасательный круг, и ещё и парашют сзади нам открыл. В этом плане огромное ему спасибо. Елена Матуль у нас была хореографом. С ним было шесть прекрасных профессиональных танцоров, и они же по совместительству актёры, они все закончили, не просто там в кружках каких-то занимались, это серьёзное у них образование танцевальное, хореографическое. Глеб Эстеха, который был композитором всего этого действия, было написано более десяти музыкальных композиций специально для этого перформанса. То есть оригинальная музыка была. Да, абсолютно у нас было практически всё оригинальное, либо купленное. То есть у нас ворованного не было ничего, чем я горжусь. Не так часто так бывает. Да, у нас всё своё. Мы всё написали, либо это было куплено какие-то стоковые видео, которые нам нужны были. Трудно снять у нас извержение вулкана, но у нас оно было в том числе, которое было взято со стоков тоже официально и легально. Лена, а как сформулировали бы вы сами для себя о чём? О жизни. Вот как бы это ни было банально, о жизни и о том, что давайте жить. Я знаю, что эта постановка, она неоднозначная, и она уже спровоцировала очень большое количество творческих начинаний. Из серии «Ах, ты посмела» у некоторых, да, такое включилось. Как это так? Опять это Тонова что-то там где-то. Я очень этому рада, что Тонова где-то, потому что другие тоже начинают. Я таким образом многих спровоцировала сделать и художественные выставки, и концерты, до этого тоже своими действиями. Песни. И песни люди поют. Пускай они, к сожалению, думают, что они делают это мне назло, но всё равно это делается во имя, и я только рада. Моя задача была заставить людей иначе посмотреть на то, что происходит, на то, как могло бы быть. Я ни в коем случае не певец, но я вышла, и я исполняла в какой-то мере и песни, в какой-то мере я пела в том числе, и это тоже была провокация. То есть это такая прям вот всё на грани. У нас было всё на грани. Лен, ну вы же окончили спецкурс «Актер кино» в своё время, и ещё в продюсерскую академию пошли курс. Да, но. И, конечно, я продолжаю. Ну это не первый спектакль, в котором я участвовала в качестве непрофессионального актёра. Да, у меня артистичность, у меня есть, не будем лукавить. А не было желания вообще вот по этой стезе поэксию? Было, было, поздно. Когда оно было, не было куда и не было как. Потом, когда уже, ну это такая история. Я вообще не исключаю, что у меня будет какое-то позднее раскрытие. И, может быть, когда мне будет 50, я буду играть супер-женщину в «Интерполе», которая будет такая сидеть и принимать грандиозные решения. Не знаю, я не исключаю. Ну, в общем, у вас такая философия на вашей страничке, так проскользнула красной нитью, что человек должен себе позволять, если ему что-то хочется. Не надо бояться, и надо просто перешагивать рамочки. Да, почему бы не попробовать. Что бы кто ни сказал, да? Ну, всё должно быть экологично, да? Давайте сейчас не будем бегать голенькими и всё остальное. Во-первых, хулиганство было в рамках моего дня рождения. Изначально были приглашены близкие люди. Не про хулиганство это. Во-вторых, у меня всё-таки были профессиональные иллюзии задействованы. Я не взяла кастрюли, не наиграла музыку и сказала, что это арт. Это были люди, которые умеют работать с тем, с чем они умеют работать. Да, то есть в этом плане это очень безопасно. И никто не, ну, как бы я не говорю, что я актриса, теперь всё, давайте мне роли, всё, погнали теперь меня везде снимать. Хотя мне сейчас предложили играть в двух постановках после этого. Но непрофессиональных, и мне это нравится. Мне никто не претендует на суперпремии театральные. Хотя мы и в фестивалях примем потом участие. Лена, это был подарок к дню рождения. А вообще, если так оглянуться назад, ну, каждый день рождения – это как Новый год, да? И обычно всё равно мы так оглядываемся назад и как-то анализируем что-то, вспоминаем, почему-то скучаем. А какой был самый интересный, запоминающийся, или там несколько подарков на день рождения? То, что подарили именно? Ну, вообще, вот как подарок. Ну, подарок в самом широком смысле. То есть здесь был организован подарок, спектакль. Своё 30-летие я праздновала на сцене Дома Москвы, где у меня был моноспектакль «Сердце стучи». И, наверное, это был такой очень тяжёлый себе и подарок. Это было очень неожиданно для самой себя, сколько потребовалось моральных и душевных сил. Наверное, отмечу девочек своих из «Ладисдейл Клаб», которые мне каждый год стали делать сюрпризы. Сами организовывать мне день рождения, где-то меня поджидать, правдами и неправдами меня вылавливать и делать сюрприз. И я смеюсь, что я каждый свой день рождения реву. У меня постоянно от счастья. То есть у меня каждый день рождения всё время фотографии, где я вся в слезах. Ну, вот сразу, скажем, напомним нашим радиослушателям, что можно об этом прочитать и вообще о мероприятиях «Ладисдейл Клаб» прочитать на страничке на Фейсбуке. Она так и называется, «Ладисдейл Клаб». И также у Елены Тоновой на её страничке. А мы напоминаем вам, что мы сегодня, вот наша зелёная лампа сегодня включается, для того, чтобы помочь маме пятерых детей оплатить лечение младшего четырёхлетнего сына Андрея. Маме очень тяжело, лечение очень важно и нужно. Это лечение от аутических проблем, потому что у мальчика аутизм, кроме других проблем, ещё зафиксировано. И годовой курс аботерапии стоит 3,600. Вот для того, чтобы помочь собрать эти денежки, у нас включён благотворительный телефон 93006384. Евро 42 цента звоночек. Ещё мы вам предлагаем заглянуть на наш сайт mixnews.lv в рубрику «Зелёная лампа». Там публикация, где можно найти банковские реквизиты. Это официальный счёт целевой для Андрея в благотворительном фонде Be Open. С этих денег не удерживаются никакие проценты и отчисления. Но главное, посмотрите, мы загрузили туда очень-очень много фотографий этой семьи, потому что, представьте, это пятеро детей, мама, папа, и с ними живёт прабабушка. То есть это мамина бабушка. Бабушка Эльза, ей 91 год. – Все очень дружно и хорошо живут. – Да, специально они организовали фотографию, там четверо внуков, потому что пятая старшая девочка, она сейчас поступает в техникум, вот ей 15 лет, она решила пойти получать профессию, чтобы у неё просто были какие-то… была профессия в руках, чтобы зарабатывать денежки и помогать маме. И мы говорили про день рождения. Вот вы представьте, что в этой семье в год 8 дней рождений, 8, значит, Варда Диена, ну, плюс Зема Светке и Лейл Диенос и так далее. И сколько нужно при этом… Ну, 8 членов семьи – это одежда всем нужна, это какие-то подарки, это учебники, это знаки внимания. Старенькая бабушка тоже требует… Уже раньше она помогала маме, да, теперь ей нужна помощь и поддержка, медикаменты и так далее. В общем, семья замечательная, там ещё есть два кота и есть пёс маленький. Ещё такая трогательная деталь, что мама, когда она возит Андрея к специалистам в Ригу, если это 2-3 раза в неделю, да, то они нашли очень дёшево, они снимают крохотную квартирку, мы там тоже, мы были у них, удобство на лестнице, но просто чтобы она могла переночевать, если рано утром идти или поздно вечером. В общем, замечательная, трогательная очень семья, и мы просим вашей помощи. Да, или просто там каких-то даже добрых пожеланий. Всё это тоже учитывается, всё это летит куда-то и доходит до адресата обязательно. Напоминаем, что наша гостья сегодня Елена Тонова, и просим сейчас очень внимательно послушать родителей, малышей, потому что мы будем говорить о другом подарке, который она сама себе и нам всем сделала. Лен, покажите, пожалуйста, этот подарок. Это книжка. Я на самом деле, прежде чем показать этот подарок, хочу ещё раз вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете для людей с зелёной лампой и со всеми людьми, которые принимают участие в ваших передачах, посильно и добрым словом, и сообщениями, и звонком, и перечислениями на счёт. Вы делаете огромное дело, огромную работу, и из этого вам огромное-огромное спасибо. Это мы все вместе, включая, должен быть инициатор, и должна быть с точки как ответственности, так и благодарности. Так что она складывается в вас. Да, и вот эту точку, да, немножечко переместим на наших радиослушателей, которые удивительные. Спасибо. А это вы уже дальше распределяете. Да, да, да. Самые тяжёлые времена, когда вот пандемия началась, мы просто не ожидали такого отклика. Люди они люди. Да. А те, которые нет, те и нет. У меня такой капитан очевидность рядом. У меня пожала руку книжка детская, сказки про жирафика Галактикона, сокращёнок Галя, он мальчик, замечательный, добрый, чудесный, который есть в каждом из нас. Галя, мне кажется, о лестворении детства, такого настоящего, без осуждений. Вот искреннего, доброго, открытого, со своими могу, со своими хочу, со своими оказывается нельзя. И в нём вот эта вот непосредственность ещё, неиспорченность, отсутствие комплексов, наверное. Натающий ребёнок, которого каждый из нас должен себе сберечь. Или разбудить, и когда родители читают эти сказки детям, они мне потом пишут. Я, к сожалению, не могу выставлять в сеть видеоролики с детьми, что они говорят по поводу книжки, но я горжусь тем, что она бесконечно нравится детям. И это создаёт определённый успех, потому что, как я уже говорила, беспрецедентно второй раз меня пригласили на презентацию книжки. Прошла презентация в книжном магазине «Поля», арест в домине. Да, и вот попросили ещё раз повторить. Да, и когда будет, давайте пригласим. 11-го числа, то есть буквально вот уже в воскресенье получается, да, у нас в 5 часов вечера, никакой предварительной записи не нужно. Можно просто прийти с ребёнком, почитаем сказки, отвечу на вопросы, поговорим, даже, может быть, немножко подискутируем. Пофотографироваться нужно. Пофотографируемся, да, обязательно оставлю автограф. Оказалось, что детям очень важно получить свой первый автограф от автора. Они прямо... Некоторые взрослые говорят, а у меня за всю жизнь не было книжки, которую мне сам автор подписал. А здесь такая возможность есть. И на первой презентации там тоже был такой забавный момент. Волновались, что удерживать детское внимание достаточно сложно, когда дети разного возраста. И потом они так терпеливо и торжественно выстроились в очередь к автору книги, как большие, со своими экземплярами, получали, как это, свой авторское пожелание. 11 сентября в торговом центре Домина, это магазин «Книжный полярец» на первом этаже, прямо там сразу куда можно увидеть. И во сколько? В 5 часов. В 5 часов. Ну, начиная мы вовремя, я не знаю, сколько мы там задержимся, но учитывая, что будут и малыши, я знаю, маленькие, ну, минут 40, наверное. Так что приходите с детьми и знакомьтесь с книжкой и с её автором. И очень красивая иллюстрация. Спасибо. И относительно Латвии, глядя на то, как она распространяется, могу сказать, что это успешный проект. Он очень зашёл. И да, я этим горжусь. Будет ли продолжение? Да. Вот отличный ответ. И наш художник Кристина Греки продолжает уже, написала несколько иллюстраций для продолжения. И спасибо огромной Анастасии Ружанской, которая корректировала, редактировала книжку. Спасибо Владиславе Крупману, которая была дизайнером и верстальщиком всего этого процесса. То есть всегда команда. Вот получается, что я прихожу такая молодец, но без команды этого всего не было. Алина, а вы всегда объединяете вокруг себя каких-то удивительно талантливых людей. Как и вы. А как вы обменялись комплиментами. Тогда следующий вопрос на засыпку. В вашем детстве какие сказки у вас были любимыми? Это очень важный вопрос, потому что любимая сказка, она говорит много о человеке. В самом-самом раннем, пока я ещё особо не умела читать, у меня была любимая сказка. Мне мама рассказывала про то, как бабушка испекла тесто потом для пирога, значит, тесто убежало в лес, все его съели, а потом бабушка расстроилась, что нечем будет угощать своих подружек, и птички, синички, белочки, все начали приносить ягодки, орешки, и в результате, в общем, она и всех накормила, и ещё и ништячков насобирала. Это такая версия колобка. Наверное, я не знаю, откуда это сказать. Я вот маме не спрашивала. Хорошая, она тесто вредна, а орешки и ягоды полезны. Ну и хэппи-энд, в отличие от колобка. Это абсолютнейший хэппи-энд. Потом это была история про крота, как кроту штанишки сшили. Не готова, я и польский, и чешский автор, я не могу. Чешский писатель. И мне нравилась эта история, что вот он захотел себе штаны, и что он сделал? Он пошёл, добыл лён. Лён пошёл, ему намяли. О, какой молодец. Который лён намяли, он отнёс, его спряли. Потом эту ткань он отнёс, её покрасили. Потом эту ткань раскроили. Потом из этого сшили. И вот в результате у него штанишки. Вот, наверное, где-то во мне это заложено. Хочешь, пошёл тогда, собственно, и сделал полный цикл. Он сделал полный цикл. Да-да-да, скоро мы все так будем делать. И скотлён. И он вот захотел, пошёл, всё это дело, значит, себе добыл. Очень мне нравилась эта история, эта сказка. А дальше уже были книжки более серьёзные. А из волшебных? Диснеевские мне очень нравились. Я помню, у меня была безумно красивая на тот момент книжка с диснеевскими иллюстрациями. Именно вот как в кино показывают книжки на тот момент. Какая-то заморская вообще. Откуда-то мне родители её добыли. Она сама по себе была как сокровище золотого цвета. Мне казалось, что прямо эти мультики тут выпрыгивают. Она была настолько яркая, плотная. Но откуда-то прям привезена была, прямо из-за границы откуда-то. И я, конечно, обожала её. Просто рассматривала, смотрела. И какая это была сказка? А там все были как раз диснеевские, по кусочку маленькие открытики. На тот момент. И Маус, и Принцесса, и Белоснежка. Но там не было именно от начала до конца сказки. Там были какие-то свои версии уже. Какие-то, видимо, авторские права кто-то решил сохранить. Я уже потом пересматривала эту книжку. Она даже слегка отличается. Ну, в общем, какая-то пиратская история. Но очень красивая для моего детства на тот момент. Ну, в общем, красота имеет значение в нашей жизни. Для девочки, конечно. Это факт. А как, Лена, сами вы объясните, вот в чём, собственно, заключается секрет обаяния вот этого вашего персонажа, Жирафика Гали, что он так действует на детей. И на взрослых. На самом деле, потому что у него есть свой мир. Вот своя какая-то история, в которой ты погружаешься. То есть он личность. У него есть, да, своя вот такой вот круг. Круг его, малый большой круг его истории. И в этом есть, наверное... Какие там ещё персонажи? Заяц-пончик хороший, вкусно кушать любит он такой. Лапочка, нямочка. Пончик, потому что пончик. Такой жирненький немножко. Вот. Муравей Фёдор и пёс Миклуша. Миклухи Маклая, который ходит в путешествия. Вот в следующих продолжениях, там у нас Галя собирается в школу идти уже, он будет учиться. Я как раз на первой презентации книжки читала историю про то, как Галя узнала о том, что школа существует, и срочно начала туда собираться. Ну, ребята пришли к выводу, что пойдёт он туда, когда будет готов. Да, и это тоже, мне кажется, важно для возраста. Дальше его никто не осуждает. Многие дети с детства сталкиваются с осуждением. Первая сказка кажется очень простой, где Галя в прятки просит поиграть, но когда он играет в прятки, он засыпает. Так вот у него складывается. Это про особых детей в том числе, что это не значит, что они не хотят играть. Они не могут играть так, как могут все, но это про особенности. Как раз-таки здесь очень много поводов родителям поговорить с детьми на разные темы, что бывает по-всякому. И опять же, жирафик пригласил муравья поиграть, муравей согласился, но знал, что жирафик всё равно уснёт. И он уже был готов к тому, что он уснёт, и он уже его накрыл, и он не сердился, потому что он не злился. Он накрыл Галю, поцеловал в нос и пошёл по своим делам. Вот так вот заканчивается сказка. А мы очень часто сердимся, что что-то идёт не по плану, не по правилам. Здесь без осуждения. И в этом плане дети, её читая, чувствуют себя безопасно. Кстати, когда вот эта вот формулировка «мы расстраиваемся и сердимся», когда что-то идёт не по плану, не как мы себе видели или планировали. Вот каждая наша история семьи, в которой растёт ребёнок с аутизмом, да, вот это самая большая такая драматическая точка, когда родители… Сбиваются план, мечты. Да, родился замечательный, красивый ребёнок, всё, ручки, ножки, там, глазки, всё замечательно. И потом где-то в два года, к трём годам родители вдруг понимают, что всё, по плану уже ничего дальше не пойдёт, что у них будет другая жизнь, что это будет особый ребёнок, да, что они будут вынуждены перекроить и перестроить всё своё будущее. Отказаться. Отказаться от своих планов, да. То есть он не будет ходить в секцию, они его не отдадут играть на пианино, он, может быть, не пойдёт никогда в обычную школу, может быть, он никогда не скажет слово «мама, я тебя люблю». А может быть, ты скажешь, если ему вовремя помочь. Вот, и поэтому каждый раз вот эта история деток-аутистов, она о том, что мы можем просто поддержать, ну, не только всю семью, особенно маму. Реально можем в судьбу мешаться в какую-то судьбу, да. У меня у многих, к сожалению, моих приятельниц, друзей, у них дети как раз-таки страдают вот этой вот заразой, как мы уже определились, да, вот последнего времени. И насколько я знаю, что им нужно, это прекратить осуждать их. Общество не понимает. И принимать, и начать хотя бы принимать, просто как данность. Но об этом мало говорят, поэтому мамочки, у которых детки вот находятся с этим диагнозом, они вынуждены самостоятельно заниматься и информационными потоками, да, рассказывать вообще как это, что это. Потому что некоторые родители по сей день считают, что это даже заразно. А это вообще не имеет никакого отношения к тому, что это можно как-то передать воздушно-капельно или через прикосновение. Совершенно верно, очень правильные слова. У нас были мамы, которые рассказывают, что они гулять с ребенком в темноте выходят или в отдалении от жилых домов, чтобы не встретить людей, которые, там, скажем, их осуждают и говорят, что у вас невоспитанный ребенок. Но это тоже через страх. Люди тоже боятся, что это может их коснуться. Чаще всего это всегда же от незнания. Информации не хватает. Боимся мы когда? Когда мы не знаем до конца. Когда монстры раскрыты, то они уже и не монстры. Совершенно верно. Напоминаем, что сегодня зеленая лампа включается, чтобы помочь оплатить лечение, получить годовой курс аботерапии маленькому 4-летнему Андрею. В семье мальчика 5 детей, молодая мама совсем, да, и очень нужна помощь. 9-3-0-6-3-8-4. И сейчас мы хотим еще, очень важно, 2 минуты буквально вашего времени немножко отчитаться. У нас был перерывчик небольшой такой летний. И мы посчитали... Ну, знаете, давайте подчеркнем, что этот перерывчик, то есть программа наша устроена таким образом, она идет двумя циклами. И перерыв делается после ЛИГО до начала учебного года, то есть июль-август. И начало года – это построждественские периоды. Потому что для благотворительности вот этот вот пиковый летний сезон, он такой пустой, да, и после Рождества. На самом деле мы это делаем для того, чтобы подготовить всю финансовую и юридическую документацию по отчетности по деткам, которым мы помогли, и чтобы подготовить и проверить новые проекты. Потому что каждую неделю это, ну, как юридически и финансово оформленные документы. И фонд БиОпенс, с которым мы сотрудничаем, это небольшой фонд, который очень индивидуально подходит к каждому обращению за помощью и берется за какие-то сложные вещи, за которые не берутся другие фонды и думает, как это можно все оформить и отчитаться. И все, конечно, проверяется буквально под лупой там все это рассматривается, поэтому мы знаем результат. И вот сейчас о результатах первого цикла, даже это не полугодие, это немножко меньше, чем полгода, первый цикл проекта в 2022 году, вот сейчас вышло 17 радиопрограмм у нас. И общая сумма, которую мы собрали за это время, благодаря вам, включая всякие акции, которые были сделаны, это 238 808 евро. Право. Было сделано 29 929 звонков на сумму 37 112 евро. Эти цифры есть у нас все на страничке, вы можете их посмотреть. И абсолютно все вот эти деньги, они пошли уже или пойдут на оплату лечения, реабилитации или лекарств. Вот Оля сейчас расскажет кому. Сейчас быстренько-быстренько пробежимся по конкретным деткам и конкретным взрослым, которым вы помогли в рамках нашей зеленой лампы. Это Вика Латковская, 2 годика из Лоцики Латгалия, трансплантация стволовых клеток в Польше, в клинике Жагель-Мед, известная клиника. Инесса Константинова, она очень такая активная на фейсбуке, наверняка, вот кто есть там, вы ее знаете. 52 года ей сделали операцию на позвоночнике в Санкт-Петербурге, собирали деньги. Дарта Страздания, 6 лет из Кокноса, тоже получила курс лечения стволовыми клетками. Саша Тугалев, 10 лет, из Юрмалы, лечение в Институте мозга в Петербурге. Из Аллокс на Кевин Клявинж, 9 лет, реабилитация после операции по удлинению сухожилий, там с ножками была проблема. Ваня Алексеев из Царникова, 7 лет, курс терапии здесь, в Риге, в медицинском центре. Наш коллега-журналист Игорь Мейден, реабилитация после черепно-мозговой травмы. Это знаменитая история, когда он получил травму во время концерта группы кино. Трехлетний Тёма Васильев из Даугавпилса, лечение в Эстонии, в медицинском центре «Импульс». Арти Скрумич, 5 лет из Добеля, лечение в Бельгии. Тимофей Акулевич, 14 лет, Олайне, там лечение последствий синдрома Уильямса, очень сложный диагноз у мальчика. Маленький Райва Штелц, 2 года из Риги, годовой курс важной терапии. Лёня Устеменко, 6 лет Рига, Институт мозга в Петербурге. Адриан Супа, 3 года, годовая программа, очень важный комплекс на реабилитации терапии. Алисия Стародубец, 5 лет, лечение эпилепсии. Вот недавно она вернулась с мамой из Петербурга. Хороший результат. Оплата была этого лечения в Петербурге. Кристоп Гулбис, 4 года из Ветсумника, лечение в Бельгии. Ксюше и Миша Егорова, 5 лет, клиника Доктрина в Петербурге. Это наши подшефтные близнецы, детки. И также в июне совместно с организацией Happy Smile Бедриба и дизайнер Катерина Муц был организован благотворительный фестиваль Family Fest Riga 2002. Спасибо всем, кто принял участие. Там тоже был объявлен сбор средств. Там было дополнительно 2,5 тысячи евро собрано для 4-летнего Елисея Василенко, тоже лечения в Петербурге. И вот Миша и Ксюша Егорова, о которых мы сказали. Представляете, вот это сколько детей, сколько семей, сколько их родственников, бабушек и дедушек, да, получили какую-то надежду и поддержку и веру в то, что всё можно наладить. Спасибо вам всем большое. Дай Бог вам здоровья и счастья всем. Мы напоминаем, у нас не так много осталось времени, что наши гости сегодня Лена Тонова. И, конечно, мы не можем обойтись без вопроса про ваш клуб женский. Расскажите, пожалуйста. Это, конечно, мои крылья, мой тыл. Мы друг у друга есть, и это очень здорово. Особенно сейчас, в непростое время, которое мы проживаем, мы открылись, когда, условно говоря, мир был иным. Это был 2018 год. Реально, мир был другой, когда мы открывались. И мир вместе с нами менялся не в самую, наверное, лёгкую форму. Это были и ковиды, и события февральские, и все остальные. И сейчас, кстати, вот для того, чтобы не попадать на локдаун, у нас же премия женская в ноябре, мы решили её перенести на сентябрь. И вот как раз мы с вами говорим. А 10 сентября у нас будет премия. Да, накануне книжки. У меня всё подряд. Абсолютно прекрасно, со всем с удовольствием справляюсь. Да, у нас 10 сентября в отеле Лелупа большой праздник, большое событие для леди-клуба. У нас в этом году будет 10 номинаций, мы сократили. Для того, чтобы расширить, сделать больше как раз-таки на следующий год, потому что у нас будет уже 5 лет. Уже, как оказалось, да, уже первый юбилей. А сколько человек всего у вас? Я не считаю, это плохая у нас примета. А вот так, да? Да, это знает только наш директор Светлана Дергачёва. Сколько у нас человек, и я прошу, мне не сообщать, сколько у нас. У нас до 100, это точно до 100, это я знаю точно. Но не все очень активные, вот судя по Фейсбуку. Разные, разные. У нас некоторые думают, что у нас прям все должны быть про успешный успех. Нет, у нас люди приходят и вне ресурса, вне бизнеса, вне профессии. Мы наоборот как раз этого человека собираем в клубе, чтобы он начал что-то делать. У нас очень разные, у нас не именно заточено про бизнес или должно быть минимальный какой-то оборот. У нас и люди профессии, и люди бизнеса, и люди творчества. У нас скорее мы из бизнес-клуба, которым мы собирались быть, мы стали социальным каким-то более проектом, потому что мы и в горе, и в радости вместе, а не только когда, ну вот, лишь бы красиво одеться и выглядеть вкусно поесть. Это не про нас, мы про работу больше. Ну, знаете, и мы благодарим участников вашего клуба, потому что по социальным сетям мы видим, что они тоже поддерживают и участвуют в наших проектах. Да, они очень любят зеленую лампу. Мы не раз об этом говорили. Вы у нас в списке тех, за кем мы следим, и чьи репосты мы делаем. То есть у нас есть свои закрытые чатики и все остальное. Вы среди тех, кому мы с радостью, по мере возможности, если что-то, мы сразу там стараемся реагировать в этом плане. Спасибо, это очень важно. Лена, такой личный вопрос. Как прошло лето лично? О, да. Ну, оно, конечно, прошло. Я, я смеюсь и шучу, я рождалась в Латвии не для того, чтобы у меня была Испания. Где мы, как я переживала, где мои плюс 15, дождь и сплин. Я не человек жары. И вот для меня последний месяц, как раз-таки, когда у меня были основные репетиции, подготовки, книжки и все остальное, мне было прям, я выживала, честно скажу. Вот думать о том, я не могу находиться на солнце долго, это мне противопоказано, и жара мне противопоказана по физическим, по параметрам здоровья. Поэтому я могу сказать, что я очень радовалась, когда я видела, что кому-то в кайф. Я говорю, Господи, ну хоть для кого-то это хорошо. Меня это вдохновляло, когда люди поехали на море, я себе представить не могу, что я лежу на море, я сразу сгорю, у меня сразу будет там удары и все остальное. Я радовалась за людей этим летом. Мне было здорово, что, ну ладно, мне плохо, но стольким хорошо. Задумаю. В этом плане мне нет. Случайно знаем, что вы любите осень. Да, я очень люблю осень, это моя любимая пора и весна. И чего вы ждете? Я не люблю крайности. Вот когда у нас зимой минус 20 или летом плюс 40, для меня это как-то вот… Человек баланса. Да, я за средний плюс 16, и вот мне прям хорошо. Ну давайте, вот программа почти закончилась. Пожелаем чего-то вам и себе на осень. Находите радость в чужих вдохновениях. Если вы научитесь это делать, вы будете бесконечно счастливы, потому что вокруг всегда есть те, за кого можно порадоваться. И это мой допинг, это мой кислород, это мое вдохновение. И даже принцип и задача сделать кого-то довольным и счастливым, потому что тогда ты не зря живешь. А вы знаете, а мы с вами можем сделать довольными и счастливыми прямо сразу большую, огромную, многодетную семью. Да, мы всегда говорим, делайте звонок 9-3-0-6-3-8-4, да. И мы действительно можем им конкретно реально помочь. Там старшей девочке 15 лет, старшему брату 14 лет, среднему брату 7 лет, еще девочка 10 лет, и нашему маленькому Адриану ему 4 года. И вот Алиса, которая… И бабушке 91 года. Да, бабушка Эльза, Алиса, которая 10, у нее день рождения в сентябре, а Кристо, которому 7, он в этом году первый раз пошел в первый класс. Теперь у них 3 школьника в семье, старшая девочка в техникуме, и вот этот маленький больной мальчик Адриан, Адриан, которому нужна помощь. И вы знаете, как говорят наши друзья иногда, что вот дела не ладятся, а что-то такое не получается, ничего-ничего. Потом беру забитый в телефон ваш номер зеленой лампы, набираю, просто не глядя, раз, и все, повернулось в лучшую сторону, как-то вселенная регулирует. Таланты и возможности нам даются для того, чтобы мы постоянно проходили медные трубы. Люди думают, что они начинаются с миллионов, они начинаются с конфеты, которой ты делишься. Еще, знаешь, время сейчас такое нестабильное, такое тревожное, и трудности впереди. Очень тревожное. Да, конечно, нет человека, который бы не думал о счетах, которые мы получим осенью. Но, понимаете, всегда, когда трудно, рядом много есть людей, которым гораздо труднее, чем тебе. Если мы можем немножечко помочь тем, кому более трудно, то мы вам предоставляем такую возможность. Заходите на mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа», и там есть реквизиты для перечисления небольшой помощи для вот этого маленького четырехлетнего Андрея. Мы благодарим Елену Тунову за поддержку и участие, интересные рассказы. Конечно, времени не хватает, нам, как всегда, еще можно было говорить и говорить. Но мы продолжим эту беседу через какое-то время. И воскресенье приглашаем в пять часов родителей с детками на, ну, как сказать, это детские чтения, детский праздник и знакомство с местной детской книжкой. Ну, скажем так, час сказки. Да. Или два часа сказки. Да, сказочный вечер. Так и есть. Можно, кстати, рисунки свои приносить. Мне стали приносить рисунки, я их фотографирую, выставляю на страничку в фейсбуке «Жирафика Гали». Вот, рисуйте жираф, жирафа, и парасенка. У «Жирафика Гали» есть своя страничка. Да, «Жирафика Гали», я туда... И там и сказки уже даже детские есть. Мне уже прислали новую сказку, где ребенок написал, и я разместила. Так что можно, я буду публиковать, мне не жалко, я с радостью. Все, желаем удачи во всем. Спасибо большое вам так же. Вам и вашим коллегам. Всего доброго. Это была программа «Зеленая лампа». Вели ее Ольга Авдевич, Рита Трошкина. И гостем была Елена Тонова. До следующего вторника. Спасибо.